Итак, друзья, продается квартира в Барселоне. Престижный район Петральбес называется. 150 метров квадратных, 3 спальни, 2 санузла, зал 50 метров квадратных. Кухня, кладовка, постирочная, подземная, парковка. Одно место. Охраняемая территория с парковкой и бассейном. Ценник 1 миллион 550 тысяч евро. Торг уместен, друзья. Смотрите, какая квартирка крутая. Торг уместен, друзья. Сегодня мы познакомились с Игорем и сегодня покажем вам интересные участки земли, которые здесь продаются для строительства домов. Интересная тема, потому что тоже сам смотрю, присматриваюсь от Солово. Там что-то они были от 150 к чему-то, что мы находили. Ну так, не глядя. А здесь вот сказали, что есть участки земли недалеко от моря. Есть виды на море от 45 тысяч. Итак, вот мы едем в машине из Игоря. Вот, смотрите, такой классный танк. Вообще, Игорь, скажи, здесь на таких модно ездить? Я видел здесь малинетражки у всех машин. Да, здесь люди очень любят кроссоверы. Они по степени большие, конечно. Джипов здесь очень много. Они что-то кушают хорошо, а бензин здесь подороже, чем в России стоит. Расходы сейчас у новых моделей не очень большие. А, нормальные, да, уже? Да, у этого 8 литров, как бы, это считается. Всего лишь, да? Да. Все, все. Игорь, скажи, может, историю, как приехал в Испанию, почему страну это выбрал? Работал в Голландии в 2002 году и потерял там работу. А перед этим был в отпуске в Испании. Понравился образ жизни и прочее. Приехал совершенно на ура. С рюкзаком, компьютером, двумя парами джинсов. Не знаю никого и не знаю слова по-испонски. О, нормально. А вообще сам откуда? С Киргизстана. С Киргизстана? А, вон, вон. Ну и как вообще первый месяц жизни здесь? Трудно, трудно. Не знаешь ни слова ничего еще. У меня было 150 евро с собой на всю мою жизнь. Пошел работать. Купил себе работу за 300 евро. А, здесь раньше продавали, да? Да, модно было. И тот 300 евро в долг, потом отработаю. Работал у одного армяна за 20 евро. День стены крушил. А, в стройке, да, соответственно? Первая работа такая была, да? Ну вообще, попал на какие-то там мошенничества кидал. Сразу, да, сразу с первого случая. Да? Сразу развели, если же обманули? Нормально, да. Турист, которого не обманули, это не турист. А, вот так даже, да? Да. Ну и как это было, если идти или это, расскажи. В смысле? Ну, как обманули вообще? Ну, как мы рассчитались, все сказали, завтра, послезавтра, денег нет. Все кончилось, что ни слова, ни по-испански, ни по-чего. То есть, как бы, у людей была схема такова, что на работу люди и потом кидали просто. Это сколько отработало? Месяц так? Ну да, где-то я месяц отработал. И просто кем ничего не заплатили, да? Ну, вначале дали там какие-то 280 евро. Ага. Потом попался, как бы, хороший работодатель. Джимми. Испанец, да? Нет, он перманец, ну, с испанским паспортом. Ага. Как бы, мы до сих пор с ним в друзьях. А, уже столько и 18 лет. Да, помогаем друг другу, кто чем может. Всегда или советом, или кому-то работу подкидывает. Даже так, да? Да, вот так. Все, все, все. А вообще, как тебе в Испании понравилось жить больше? Вот здесь, на Куставраве. На Куставраве все-таки, да, лучше? Да, здесь, может, поинтереснее сейчас, если вот проеду через центр. Тут она состоит из сплошных бухт. То есть, там, маленьких пляжиков. Здесь не так жарко, как в Барселоне, в остальной Испании. То есть, тут температура вот сейчас 30 градусов. Это будет практически все лето, там, в августе, на недельку повысится. А, вот так даже? Да. Море тепло, очень чисто. И, как бы, очень интересно это сделать. Мы много путешествовали, сравниваем с знаменитым Булазурным берегом. И здесь, где раз, и красивее. Красивее. А вот, ты сейчас сказал до этого, что Ларе-де-Мар – самое лучшее место. Ну, я не скажу, что это самое лучшее место. Ну, в нем есть такое, если ты стал там своим, у тебя все знают лицо. У тебя, с тобой здороваются полицейские, там, может быть, слегка под шофе, ну, совсем уж лежать. И тебе, как бы, посоветуют уехать домой, и ничем это не закончится. А, даже, чтобы штраф не выписывали, да, больно здесь, если сдать? Да, больше так не делаем. А, ну, вообще. Проехал на красный свет, меня догнали, остановили. Привет, привет. Ну, это местечковая степь. А, вот так вот, да? Ну, и раз с Натальей пошли, входим в одну арабскую лавку за мясом. А, мясо хорошее. И, как бы, я понадеялся, что жена взяла деньги. А он думал, что я взял, набрали у него мясо. А денег, чтобы нет. Я говорю, можно я оставлю здесь пакеты и занесу эти деньги. Он говорит, нет, нет, забирай, может тебе еще 100 евро дай с собой, чтобы ты купился что-то там. О, даже так? Да, потом не занесешь. Ну, как бы. Здесь так работает, он знал тебя уже, да, или нет? Ну, да, мы постоянно у него. Как знал. Мы даже не знаем, как друг друга зовут. Покупатель. Как покупателя, да. Ну, как бы, вот, подчеркивает вот это вот, в нашем местечкости. Интересно, очень, конечно. Ну, да, тут просто так вот ты не оставит, ведь есть туристов много, да? Туристов много, да, действительно. Деньги не вернутся на русских номерах. Здесь очень много машин, да. Очень много, да, здесь все-таки. В Ларыте вообще там, не знаю, 5-я, 10-я машина на русских номерах. Но отсюда вообще никуда бы не захотел уезжать, да, уже? Нет, нет, нет. Вообще никуда не пойдет. А вот вообще первый год жизни, как он был, шел? Тяжело, но, как бы, я уже через полгода купил себе первый автомобиль. А, ты уже заработал, да, получается, что-то хотя бы? Да. То есть, это у меня была третья страна. Угу. Как бы, смог познакомиться с людьми, смог что-то заработать. И уже работал сам на себя все время. А как вообще в Голландию попал? В Голландию попал из Германии. Где? Пожил немного в Германии, где там не понравилось. Поехал в Голландию совершенно так же, на ура. Совершенно. А, так, свободно просто, да? Да, просто так. А Германии чего не понравилось? В Германии там все направо-налево, прямо. А, четко сюда, получается? Да. Да. В Голландии все хорошо. Ну, там много... Очень работящая страна, и там работают все. Голландцы самые трудолюбивые, наверное, населения планеты. Даже так? Да. Ну, такого, как в Испании, нету, что ты пристал с утра, съел. Кроусанн, выпил горячего кофе на каждом углу, там такого нет. Каждый берет с собой торбочку с едой и завтракает. А, это меня здесь поразило, что на каждом углу, и тебе надо быть не в 6 утра на работе, а в 9 утра, и люди выживают при этом нормально. Так, а все-таки, почему же еще уехать оттуда? А, работа? Там работу потерял, да. Так, а там нелегально. А, нелегально тоже был, да? Так, а вообще нелегально сейчас можно работать где-то, или все-таки еще нет? В Испании без проблем. В Испании можешь сейчас, да, нелегально? Да, если ты найдешь работу, как бы, и не выставляешься, там, история таковая, здесь, что сидишь в баре, пьешь кофе, а там полицейский, ну и спрашивают, как живешь, нелегально, работы нет. Ну, вот он говорит, и мои тещи, там надо виноградник починить. Полицейский говорит, да? Да. Ух ты. Ну, здесь не становится в стойку, если ты нелегал. А, здесь проще все к этому, да? Да, совершенно нет этого отношения, что ты нелегально здесь, здесь 30% нелегально. Серьезно? Ну, вот из работящего, так сказать. Состава, да? Состава, это нижний, низший состав рабочих, обслуживающих персоналов. Ага. Как бы вот. Интересно. А в Голландии тоже можно нелегально работать? Да. Тоже спокойно было? Ну, тогда это было почти 20 лет назад. Сейчас она уже сложнее все-таки. Да. Ну, а в Испании все-таки сейчас можно, да? Я вот пока я в Тассалову знаю, что там нелегально работают. Я отопчался. Здесь можно, да? Ну, все можно, да. Все можно, да. Конечно, конечно. Ага. Ну, интересный вариант, по крайней мере, так. А вообще, вот через стройку документ получить можно тоже? Через контракт? Можно, можно, но опять же ты должен прожить по вседлости 3 года. 3 года здесь, да, минимум? Все. А кто со мной работает? Там молдаване, русские и украинцы? Ну, в основном со мной работают русские, много украинцев. Ага. То есть, есть молдаване, очень неплохие ребята. Среди всех есть очень работящие, способные мастера. Просто сейчас их стало трудно найти. Ага. Ну, в общем, работ постоянно много, да, здесь? Работы в зависимости, как сказать, что много. Работа есть, как бы сейчас стало труднее гораздо, намного труднее, чем это было 10 лет назад, когда работал некого за тобой. А, сейчас уже гораздо меньше стал, да, Путин? А в основном заказчики все-таки русскоговорящие или любые там? Я стараюсь работать с русскоговорящими. С ними проще все-таки, да? Да, с ними проще, как бы люди конкретно знают, что хотят. А испанцы, например, там или французы, может? Вот, сейчас я вот работаю для смешанной пары, он испанец, она русская, и они адекватные люди. А вообще, какая цена, например, дома получается? Так, средний прайс такой вот. Это очень сложно сказать. Ну, в среднем можно построить, скажем так, за 400 тысяч ты сможешь что-то построить. Да, от 400 тысяч, да, от 400 тысяч. Дешевле, нет, соответственно, да? Можно и дешевле, там какие-то блочные есть варианты сейчас, какие-то еще что-то, но... Всегда это очень дорогая работа архитекторов, геодезистов и прочих. Понял, понял. Игорь, а, например, все-таки вот купить дом готовый и построить все-таки дешевле получается? Ну, скажем так, вот сейчас есть предложение в очень хороших местах, может быть, мы туда проедем. Купить дом там стоит за... Можно дом купить, он не новый, но он под ремонт. И сейчас за него просят, по-моему, 280 тысяч. Место с видом на море. Дом, реально, и его можно отремонтировать, скажем так, от 150 тысяч. А, от 150 тысяч. Да. То есть, а там все от фантазии клиента. Ага. Такие есть варианты, да, получается? Ну, 280 тысяч уже, так вот, это с видом на море. А эти без видом на море? А, престижная урбанизация. А, престижная. А если без вида на море, ты можешь купить, там, скажем, в 5 километров от города, от 6, можно купить за 150 тысяч уже из бассейна, но совсем. А, из бассейна совсем даже? Да. Ну, отлично, это хороший вариант, там, получается, такой. Ну, да. Ну, это опять же, это вдалеке от цивилизации, скажем так, 5 километров. За продуктами ездить, детей возить в школу, или на машине, или на автобусе отправлять. Ага. Ну, это опять, я с от моря, получается, да? Ну, это, приятно, недалеко. А, наверное, еще глубже, еще дешевле. Ну, нет, от города, да. От города, допустим, от Блаунаса. Угу. Все понял. Хороший вариант, в принципе. Ну, так вообще, различий, получается, сколько вот, построить дом и купить готовый? Пример хотя бы по финансам. У нас отличия, ну, может быть, 150 тысяч. 150 тысяч. Да, можешь сэкономить, но все зависит от фантазии. Как ты хочешь устроить. Там, со структурой, без структуры, с блока, с кирпича. То есть, есть очень много эконом-вариантов. Эконом? По строительным материалам. А, и с какого-то, если... Что ты его не будешь обкладывать дорогим камнем, а он просто заштукатуришь. То есть, ну, и ты знаешь, как... Как у нас дача есть, и по пять этажей с фразами отделаны. Ага. Ну, да, да. Да, есть крыша с навесом и все. Это все считается дачей. Ну, а если простой, такой самый вариант взять? Ну, простой. Вот если земля ровная, то, я думаю, до 250 тысяч даже можно построить. Домик-домик. Да, потому что архитектор дорогой, это в среднем проект стоит 20 тысяч. И диагнозия, то есть, и следовательная участка. Вот этот район мы сейчас едем, называется Санта-Барбара. А, Санта-Барбара. Америка почти, да? Да, дальше будет Сан-Франциско. Калифорния? Да, вот они виды. А, вот такие вот виды крутые игры здесь. Ага. Все понял. Здесь дома стоят, может стоить, вот, 5 миллионов. 5. 5 миллионов евро? Да. 5 миллионов даже? Е-е-просто, это если за виды такие деньги берутся, да, получается? Да, ну, так-то вид, у них, конечно, здесь серьезный их такой. Здесь вообще, наверное, какие-то наши верхушки, то есть, международные звезды, да? Да, очень много, да, очень много здесь звезд. Казахи очень полюбили этот район. А, Казахстана. То есть, гора, которая принадлежит, по-моему, то ли дочке Назарбаева, то ли Лянице, целая гора. А, это прям купили гору целую? Да, подарили. А какие-то из наших звезд фамилии? Ну, в нашем доме напротив меня балкон жил, сейчас он умер, Михаил Кокшинов, Вера Кульвявцева здесь, да, Наташкина видели? Да, Украинский, страна. А, Хабенского видели. А, Хабенский даже здесь, да? Потом Пореченков тоже. Пореченков, да, Плайдаро. Да, Плайдаро, многих очень многих видели, там, кто-то говорит, Скамеди, кого не видели в прошлом году, позапрошлом, да, с Светлаково приезжали. А, Светлаков? Угу. С Светлаково приезжали. Ну, они здесь, соответственно, кочуют здесь, там, да? Да. Да. Не постоянно живут? Нет, нет, нет. В Москву не забывают? Нет, не забывают, да. Все понял. Да, интересный вариант. В общем, получается вообще, вот квартиру все-таки от дома, различие такое сильное есть, что там по деньгам? Ну, по деньгам, ну, можешь квартиру купить, там, за вполне приемлемую для житья за 150 тысяч. 150 тысяч все-таки, да, получается? Да, можно и за 80 купить, там, и это будет недалеко от моря и в центре города. Даже такие все-таки цены здесь есть, да? Да, да. Просто это будет старый фонд. А, квартира старенькая будет, да? Да, квартира будет старенькая и в районе, где всегда балдеют туристы. А, шум стоит. Да. А какие другие урбанизации, получается, все попроще, то есть подороже, да, вот так, чтобы... Да, чуть подороже. Самые разные есть урбанизации Ларет Блау, потому что там дом можно купить со 150 тысяч. Дом даже? Да. Это готовый? Готовый, да. 150 тысяч. Ну, это далеко от моря, это получается? Ну, это получается километров 7, наверное. Вот и не видно, вот это вот пострадало. Вот, друзья, смотрите, какие места тут красивые. Вот мы сейчас едем в машину. Да, да, тут шикарно. Вообще прям шикарные места тут. Вау. Так что приезжайте в Ладе де Мар. Он в Форсале. Что такое продает? Форсале вот эту ксупку зимничную прямо на скале? Да, да. Прямо на скале? Да, да. А как тут строить? Да. Вот так вот это строить. Несколько миллионов. Да? Вот здесь. Вот несколько миллионов стоить? Да. Это с таким видом, да? Да. По-моему, за миллион стоил, подавали. Это кусок земли этот? Только землю? Да. Это что, на такой херне еще земля дороже, чем на Вроны? Потому что это место такое. А, это дорогое место, да? Да. Обалдеть, да. Интересно, что просто не знал, что тут еще... Там, скорее всего, и строить нельзя. А, это просто земля продается? Да. Ну, то есть купить ее, не сидеть на ней не будешь? Да. Наверное. Да. Интересные вот такие варианты. Ну, вообще... Мы сейчас проехали, не показал, были сады Маримурта, называется. Принадлежат Абрамовичу. Абрамовичу? Ага. Сады Маримурта. Здесь тоже ботанический сад какой-то, и он тоже кому-то из наших принадлежит. Здесь это тоже? Да. Здесь такие все известные места, получается. Это регион Редемар, да? Да. Вот отсюда начинается Коста Браво. Коста Браво. Угу. Я понял. Ну, тут загадочные места. Получается, здесь вообще это место жительства, если здесь привыкаешь и, в общем-то, отсюда не хочется уезжать, да? Потому что уже все... Нет, совершенно. Здесь атмосфера в Испании, что ты здесь себя не чувствуешь за границей. Тебя не выталкивают, как из Голландии, как из Германии, что ты всегда моя страница. Угу. Здесь ты всегда, как бы, чувствуешь себя дома с первого приезда. С первого приезда. С первого приезда. Так, а получается, в Голландии, вот, если тебя поймали, ты там нелегал, то чего? Ну, тебя, как бы... Депортируют? Если ничего не упрал, нет, не депортируют. Не депортируют? Нет. Тут оштрафуют владельца. Аааа. Тебе просто подзад. Это, просто если тебя не поймали, скажем так, документов нет, там или там просроченный, там виза. Ничего не сделаю. Ничего не сделаю. Тебе не отправили домой? В Сан-3, да, то нет. То есть, там, водоручники сами, да. Не, в кандал не закуют. А если в Германии, то то же самое? А, в Германии закуют. А, в Голландии нет, да? А в Голландии нет, да? В Голландии нет. Это они культурно скажут, что вы делаете, заседание, да? Да. Или все-таки возьмут в полицию? Запишут? Иногда вот расскажу такую историю. Там работал, работал очень много украинцев. И ребята, чтобы сэкономить на билете, решили сдаться в полицию, чтобы их депортировали. Опа! Даже так? Да. Даже до такой степени. Мы их оттуда развернули на 180. Что сказали, езжаете сами? Да. Да. Это, типа, они хотели бы бесплатно улететь? Да, да. Они сказали, не нужно. В Германию отправили, да? В Германию отправили. А в Голландии, получается, она более лояльна, такая, как Испания, да? О, значит, если вдруг какая-то ситуация, лучше в Германии, ой, в Голландии остановиться. Да, лучше в Голландии, да. Ну, это не учебник для нелегалов. Не, ну, понятно, 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 Игорь. Ну, вообще. Значит, так вот, сравнить Испанию и Голландию, например, как вот различие менталитетов? Менталитетов голландцы работяги. Они... Они работают, 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 создать. Все. У них существует два дня выходных. То есть, это пятница, вечера, суббота. А в воскресенье она готовится к работе. А, у них все-таки строго, да, все четко? Работа есть работа? Работа есть работа до четырех часов, даже пива никто не пьет. Уже даже... Очень спортивная нация. Как говорят, что там все кайфуют, ничего подобного. Голландцы не курят. Не курят даже? Они очень спортивные. Они следят за питанием, они следят за здоровьем. Угу. Понял, понял. Игорь, вообще, у тебя предложили сказать, слушай, вот ты там работа хорошая, да, в Голландию? Поехали бы? Нет. Уже нет? Нет. Почему? Я здесь привык, я здесь расслабился, как бы, я сейчас нахожусь в одной пласкости. Угу. Как вообще с языком было? Сложно как-то или... Мне языки дают свои. Быстро? Да. Я хорошо знал немецкий. А, даже. В принципе, выучил голландский. База у всех одна. Примерно, да? Да. Вот у нас городок Лорет-де-Мар. Ага. Так, друзья, заезжаем в Лорет-де-Мар. Угу. Скоро будет. Скоро будет Рос-де-Мар, да, тут? Ну, здесь так вот и старенькие такие дома, то есть и новенькие. В общем, вижу такой фонд нормальный. Здесь очень хорошая природа, допустим, вот сразу же тут. Очень... Вот здесь сразу направо называется Сады Санта-Клакильды. Это бывшая резиденция Франко. Угу. Ну, там все зелено тут, то есть вообще красота такая. Деревья. Мы живем вот в этом доме. А, вы здесь живете прям, да? Ну, где-то здесь. А, вот так. Не секрет вообще, по чем здесь квартирки, если. Ну, в нашем доме, там если двушку, по-моему, тогда еще 140, да? 140? Нет, не двушку, однушку. Ну, однушка, это имеется ввиду спальный зал. Угу. Комплекс считается хорошим. Вот это, да? За бассейн его, соответственно, да? Да, да. Два бассейна, один детский. Площадка, сад, закрытый комплекс. Ага. Закрытый, что? Я говорила, в среднем 200-220 тысяч. Угу. Комплекс, хорошая квартира. 10-20 тысяч. А, вот про это я разговаривал, да, Наташа? Ага. Ну, отлично вообще. Ну, у вас, считай, есть такой солидный комплекс. Комплекс продается вам даже, НВН, да? Солидный комплекс. Все, понял. А, получается, вот эти дома и такие свеженькие, да, вот? Вот такие более свеженькие? Да, да. Весь район там. Везде стоит там. В этих комплексах есть по 200. По 180. Вот это, допустим, наши, по всей иммобиллярии. А, здесь все, да, все. Русские сидят, да, в иммобиллярии? Русские сидят, да. Да. Вот в этом районе у нас сейчас покажем. Вот там русский магазин. А, русский магазин здесь тоже, да? Все. Вот, русский магазин. Через 200 метров еще один русский магазин, через 100 метров еще один русский магазин. Ага. По sample, по sample, да тут... Почему тут одна русская речь? Да. Испанский можно не выучить? Иногда людей по 10 лет здесь не знают испанского. Даже так? Вот. А, Игорь, ты вообще чаще общаешься все-таки на испанском или на русском? На русском. На русском, чаще, да? Ну, ты испанский не забываешь? Нет, не знаю. Вдруг что-то тут, вот на русском вообще можно забыть язык-то, или все-таки нет? да я уже имею здесь уже кто-то блогер известного гладил здесь уже вашего рода вас видеть такая бою татьяна раздайте может быть здесь живет интересно так это такой новый район до получается здесь очень смешанно здесь вообще получается все дружно узнают да но как здесь все-таки обман нет такого там мошенничество живет русский на русский зарабатывает и в этом русский на русских зарабатывает как в этом принципе что ты работаешь ты работаешь значит должен зарабатывать деньги не работаешь да не думеется тут а просто обманывают обещаю обману нет такого то есть какие-то добросовестные риэлторы которые могут на приезжем чтобы навариться таких мало это друзья ссылка на контакты с ими будет в описании звоните если вам понравился дом или хотите построить дом в ларит дымали или в каталонию звоните звоните а а а а а а а а а и м а м а wym times Продолжение следует...